Так, запись пошла. И тогда напоминаю нашу сегодняшнюю тему. Так, я не знаю, как отключить пока чат, но ладно, пусть будет чат, все вопросы будут после. Итак, наша сегодняшняя тема – это как продать, как сделать первую продажу лицензии UDS. Для кого-то может быть и первая продажа, для кого-то может быть и вторая продажа, но суть остается в том, что у многих есть в этом потребность. Поэтому я поделюсь сегодня своим опытом. Сегодня весь мой опыт, который я расскажу, инструменты, которые я передам, там не будет ничего, что связано просто с теорией. То есть я абсолютный практик. В месяц я отрабатываю в среднем от 100 клиентов, работаю уже в компании, в партнерстве 3 года, поэтому это чистая выжимка, это мой опыт, и я поделюсь именно тем, что действительно работает. Для некоторых это покажется сегодня очень просто, для кого-то будет определенным инсайтом, а кто-то скажет, ё-моё, да я же все это уже знаю, все это написано, вообще это написано все в Директ Ките. То есть, ребята, открываем Директ Кит, читаем обязательно, этот документ сделан специально для вас. Итак, поехали. С чего бы я начала, многие меня не знают, поэтому давайте познакомимся. Меня зовут Татьяна Фурсова, я являюсь партнером компании Global Intellect Service уже 3 года, практически, да, 3 года, уже полных 3 года. До этого 16 лет работала в банковской сфере, была руководителем, начинала от обычного продавца и закончила уже руководителем больших подразделений и в том числе Поволжского регионального филиала. Работала в самом зеленом банке нашей Родины. Вот, и уже в определенный момент поняла, что нужно как-то дальше двигаться, нужно что-то делать уже для себя. Искала бизнес, нашла UDS, влюбилась в UDS полностью, безвозвратно. Какое-то время я совмещала, совмещала достаточно успешно, то есть у меня были результаты, я четко построила свой график работы, когда я занимаюсь UDS, когда я занимаюсь работой, и все получалось. Но в определенный момент пришлось все-таки сделать выбор, я бы даже сказала, не пришлось, а выбор сам пришел в мою жизнь. Я ушла, ушла из найма, поняла, что больше я не хочу там оставаться, и все время, которое у меня есть, я хочу его посвятить именно этой компании, хочу развиваться здесь. Столкнулась с тем, что, может быть, там многие тоже с этим сталкивались, то, что мы являемся хорошими, хорошо выстраиваем свой рабочий день. У нас классный тайм-менеджмент на работе. Для многих в жизни это оказывается совершенно по-другому. Для меня в том числе тоже оказалось это открытием. Я думала, что круче меня в тайм-менеджменте вообще, наверное, только там кто-то еще более высоких должностей. Уж с этим у меня точно проблем не было с планированием, как я думала. Но когда я очутилась за порогом от работодателя, осталась сама с собой, наедине, мне никто не стал ставить планы на день, на месяц, квартальные, годовые, я поняла, что все зависит только от меня, и немного расслабилась. Расслабилась и получила сразу же такую плюху определенную, и поняла, что так-так-так, нужно что-то делать, нужно брать себя в руки и уже составлять конкретный план работы. Здесь большая благодарность моему куратору Александру Духьянову, который дал определенный такой пиночек и сказал, Танечка, обрати внимание, ты начинаешь выпадать. Все, я себя вернула в рабочее русло, поставила себе план продаж. Мы сейчас об этом тоже поговорим. И, в принципе, последние 7 месяцев я показываю высокие результаты в компании, держусь на уровне топ-1 по продаже лицензии. И сейчас я расскажу, почему это происходит и каким образом мне удается держать этот результат постоянным, регулярным, для чего все это происходит и как. Ну и плюс я еще сертифицированный внедренец, тоже многие меня знают, и в прошлом году выступала на итогах года с одним из лучших кейсов корейской косметики. Сегодня я вам дам систему. То есть сейчас вот перед вами краткий план того, что мы сегодня с вами пройдем. Да, это прям моя система работы, как я работаю. Это план. Обязательно нужно поставить себе план работы и поставить цели. Цели я прописываю в декомпозиции по полгода. Я живу прям реально с принтами. Полгода я себе ставлю цель. Эти полгода расписываю по месяцам, и каждый месяц у меня декомпозирован по неделям. Каждую неделю, каждый день я планирую следующий день. То есть вот такой вот у меня формат работы. Поэтому если кто-то думает, что вот эти продажи, они как-то случайно оказываются, нет. Здесь четкая система работы. Полгода у меня план, год план, два года. И мало того, я вам хочу сказать, мой план еще построен на три года работы в компании. То есть я вижу, как я буду двигаться на протяжении один, два, три года. Дальше пока еще не планировала, потому что это такой нормальный для меня горизонт. И он четко меня ведет к той цели, которая у меня стоит именно вот на вот эту вот трехлетку, назовем ее так. Второе. Изучите продукт. Очень хорошо изучите продукт. Особенно если вы новичок, потратьте на это время. Сядьте и вот прям вот с жадностью буквоеда узнайте все про продукт. Посмотрите все вебинары. Вебинары Айрата Измайлова. Прям вот возьмите выборку, все-все-все пройдите. Почему это важно? Сейчас такое время, когда очень много информации в сети. Любой клиент может все почитать в онлайне. И поэтому если у вас нет экспертности в продукте, вы можете быть не классным продавцом. То есть у вас, может быть, не будет каких-то там суперспособностей продаванка. Но вам важно знать продукт. Нужно быть компетентным в продукте. Если ваш клиент знает больше, чем вы, то считайте, сделки нет. Поэтому изучаем продукт. После изучения продукта мы не рвемся сразу в бой. Вот все 33 инструмента, которые есть, вы их должны знать. Вы их должны знать хорошо. Не обязательно на встрече их все выкладывать перед предпринимателем. Об этом мы тоже поговорим. Изучили продукт. Дальше мы определяем, кто наша целевая аудитория. Здесь тоже бывают частые ошибки. И у меня они тоже были как у новичка. Поэтому моя задача сейчас тем, особенно кто новенький в бизнесе, либо кто собирается, предостеречь вас немного от того, что бывает. Когда приходит новый человек и думает, ё-моё, классный инструмент. А пойду-ка я сейчас и проведу переговоры, ну, не знаю, там, со Сбербанком. А что нету-то? Все. Что происходит? Во-первых, это как бы, ну да, банки к нам сейчас заходят. Но это не совсем целевой портрет нашего клиента. То есть наша аудитория – это микро, малый, и где-то мы захватываем средний бизнес. То есть те клиенты, которые сейчас у нас есть на платформе, там, крупный, крупнейший бизнес, это уже те, кто попадают к нам через опытных, опытных партнеров, кто в бизнесе 3-4 года, кому уже нужны такие, ну, классные кейсы, кто уже дорос до этих встреч. Поэтому задача новичка – не лезть, вот так скажем, в эти дебри. Берите то, что больше всего продается на платформе. У нас на платформе больше всего это розничные магазины, обычные розничные магазины, вся индустрия красоты, салоны красоты, магазины, которые связаны с красотой, любые там ногтевые, ресничные, массажные салоны и тому подобное. Дальше у нас идет сегмент хорика на третьем месте, и уже дальше идут остальные услуги. Вот возьмите как раз вот эти вот, скажем так, три топ-позиции, которых больше всего у нас в приложении. Во-первых, это вам облегчит жизнь в плане того, чтобы подобрать кейс клиенту, да, показать результаты других компаний. Это будет очень просто, этих кейсов просто целая куча, и уже там буквально завтра выйдет кейсариум новый, и в нем опять будут новые кейсы. Определите вот как раз здесь целевую аудиторию, с кем мы работаем. Третий пункт. Обязательный он у всех, и он у меня, и до сих пор многие его игнорируют, и где-то даже я в первое время, ну, чуть-чуть его игнорировала. Это список. Без него никуда не деться. Составляйте его в удобном для вас виде. То есть поставили себе цели, изучили продукт, определили, кто ваш клиент, и уже начинаем анализировать, а кто в окружении есть, те, кому бы подошел наш продукт. Делаем список потенциальных, так скажем, клиентов, да. Сначала работаем по-теплому. Я вас очень прошу, начинайте все-таки, особенно если вы новенький, начинайте работать по-теплому. Моя прям душевная рекомендация. Дальше анализ до встречи. Вот этот пункт четвертый я бы вообще выделила, наверное, из всех пунктов таким самым жирным, основным. То есть ему я, именно на этот пункт я трачу больше всего времени. Я считаю, что именно благодаря вот этому пункту, именно в продаже, это уже 80% успеха, как вы проанализировали клиента до встречи. Фактически вы составляете досье на клиента, а кому интересно, почитайте книгу «Как плавать среди акул». Крутая книга, там все четко, понятно, написано, для чего все это нужно делать. Дальше. УТП или выявление потребности, а после уже УТП. Что это такое? Составили список, проанализировали, да, где-то, может быть, для себя его пробежали, и думаем так, ага, так, в моем списке есть моя подружка Лена. У нее магазин спортивных костюмов. Так, чтобы ей в магазине было бы интересно. Все, и начинаем анализировать. Тоже мы сейчас об этом прям подробно поговорим. После этого идет триал-версия. Я это делаю всегда, делаю сама, своими руками, никаких ссылок к клиентам. Пожалуйста, научитесь делать быстро, качественно триалки. 15 минут – это мое нормальное время, когда я делаю полноценную триалку, в которой уже даже есть минимум 4 товара в прайс-листе. После триалки в Zoom собственникам. После Zoom, по сути, должна уже быть сделка. Ну, там 7 дней триал-версии идут. Эти 7 дней мы клиента поддерживаем, помогаем, обсуждаем, где нужно, работаем с возражениями, где нужно, проводим дополнительные встречи. После этого закрываем сделку. После закрытия сделки – сопровождение клиента. На любом тарифе, на любых условиях. Даже если клиент не покупает у вас внедрение, я вас очень прошу, не бросайте клиента, хотя бы давайте план работы, что нужно делать и какие действия должен делать клиент для того, чтобы был результат. Десятый – это кейс. То есть, когда уже действительно есть результат в бизнесе, договаривайтесь с клиентом о том, чтобы делать видеокейс. Это очень круто будет вам в дальнейшем помогать скрывать сделки. И для меня вот именно как раз кейс являлся тем инструментом, когда я четко определила свою нишу, в которой я работаю. К этому тоже уже более опытные партнеры подходят. У нас, если вы посмотрите, любой опытный партнер, он занешован. То есть, например, там многие знают, что корейская косметика, там любая азиатская, это к Тане Кухсовой. Если автосалон, это к Диме Романову. Если медицинский центр, это к Саше Лукьянову. Если какой-то нестандартный бизнес, вообще прямо там завод какой-нибудь, пароход, то это к Юле Матусевичу. То есть уже вот есть у каждого определенная ниша. Там Равиль, это у нас рестораны. Ну и я сейчас там не буду дальше заходить, перечислять всех наших топовых внедренцев и партнеров. Кейс. После кейса у вас появятся рекомендации. Рекомендации будут от ваших клиентов, рекомендации будут от ваших друзей. Это вот как раз 11 пунктов системы моей работы. Итак, едем дальше. Прописываем теперь все эти 11 пунктов и останавливаемся на каждом поподробнее. Первое. Пропишите свои цели. Изучите для этого маркетинг-план. И в соответствии с вашей франшизой, это очень важно, потому что я часто получаю от наших партнеров прописанные цели. Ну там, Тань, посмотри, пожалуйста, все ли я правильно посчитала. И очень часто вижу ошибки, которые не соответствуют той франшизе, на которой находится партнер. То есть, например, некоторые у нас на франшизе бизнес пишут себе на регулярной основе, что с арендой они будут получать 80 долларов. Ребята, изучайте, пожалуйста, маркетинг-план. На франшизе бизнес 80 долларов с арендой вы получите только с одного клиента, с той лицензии, которая у вас есть. А со всех последующих уже идет 30 долларов. Сейчас я вам дам декомпозицию на двух франшизах. Можете ее себе сфотографировать, можете не фотографировать, просто запечатлеть глазами. То есть это то, как, в принципе, я работаю со своими партнерами и делала для себя. Например, у нас есть бизнес-франшиза. Человек хочет через полгода, либо вы ему просто подсказываете, что вот смотри, за месяц можно сделать хороший результат, забрать ББС, подключить четырех партнеров. Это быстрая окупаемость вложений. Если ты хочешь зарабатывать еще дополнительно на обонплатах именно с продукта, давай с тобой пропишем цели на полгода. На данной франшизе все выглядит достаточно просто. Например, через полгода мы хотим на обонплатах тысячи долларов. Такой неплохой оклад, в принципе, полгода тысячи долларов по сегодняшнему курсу – это 76 тысяч рублей, да, 76-77. Что для этого нужно сделать? Нужно просто на протяжении шести месяцев каждый месяц реализовывать семь лицензий. Две лицензии на тарифе лайт, пять лицензий на тарифе аренды. И тогда каждый месяц у партнера будет появляться 170 долларов. И так как у нас рынок абонентских плат, то есть абонентка платится ежемесячно, клиент платит и вам поступает доход, то можно это умножать на второй, на третий, на четвертый, на пятый, на шестой месяц. И если в этой системе работать, а она работает, и семь лицензий можно делать спокойно, то через полгода получается, что на обонплатах уже есть тысяча рублей. Я здесь даже не считаю сейчас пока лицензию за 900. Я и прописала, что 900, если вдруг кто-то из клиентов покупает, то этот бонус вам падает как разный бонус. И что-то у меня подвисли слайды. Да, теперь вид франшизы. Здесь немножко мотивации для тех, кто либо не знает, для тех, кому нужно напомнить, что тариф лайт у нас на каждой франшизе, он одинаков. Он стоит для клиента 30 долларов и вам поступает с 30-10. На VIP-франшизе у нас 12 своих лицензий. Если мы сдаем в аренду свою лицензию, то это будет 80 долларов с каждого ежемесячного платежа клиента. Если рассрочка, то 110 долларов, рассрочка идет 9 месяцев. 9 месяцев заканчивается, клиент платит абонентку 30 долларов, из 30 вам падает 10. И с продажи своей лицензии 900 долларов. Итак, ставим цель. На те же полгода мы уже ставим цель 2000 долларов. Да, 2000 – это сейчас уже почти 150 тысяч рублей. Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы выйти на такой доход через полгода? Я сейчас, кстати, прям показываю вам. Вот этот слайд – это моя таблица. Это я сама себе ее декомпозировала. Я себе сама поставила эти планы. Это были мои цели. То есть это нарисованное не для кого-то. Это чисто вот мой опыт сейчас. И я его сделала не за 6 месяцев, а я его сделала уже на 4,5 месяца. Я уже дошла до этой планки. Все очень просто. Прописываем. Все те же самые 7 лицензий, как было в первом случае, где у нас бизнес-франшиза. Только здесь уже мотивация другая, да? Я делаю каждый месяц на протяжении 6 месяцев по 7 лицензий. Все те же 2 лайта, все те же 5 аренд. Я пока здесь даже не прописываю про продажу, которая за 900. Объясню почему. Потому что если клиент правильно понял продукт, если все верно ему донесено, если он вовлечен, то через несколько месяцев аренды он обязательно у вас перейдет на тариф 900. Поэтому здесь даже не считаю, это уже будет как таким дополнительным эффектом от того, как работать по системе. Вот. Итак, первый месяц у нас 5 аренд, 2 лайта. Второй месяц 5 аренд, 2 лайта. Третий месяц у нас заканчиваются свои лицензии. У нас их осталось 2. Мы их сдаем в аренду и идем в корзину компании. Из корзины компании мотивация другая. Поэтому вот здесь обратите внимание, что с 3 месяца у нас меняется мотивация по тарифу аренды. Все. Дальше мы живем 4, 5, 6 на тарифе аренды из корзины. Из корзины тариф лайт одинаков. И через полгода у нас без 30 долларов 2 тысячи это на обонплату. Вот эта система работы, она реальная. Я ее сделала, я ее делаю, я ее продолжаю делать и буду продолжать делать. И я знаю, где у меня есть зоны роста и как еще можно усилить и увеличить этот результат. Итак, прописали цели, изучили продукт, все посчитали, написали список. Так, это я уже потратил время на изучение продукта. Написали список, список мы поделили на теплые, горячие и холодные. Я думаю, что, наверное, не надо мне сейчас объяснять, кто такие горячие клиенты, кто такие теплые, кто такие холодные. Но на всякий случай, если вдруг у нас есть те люди, которые как бы не совсем имеют отношение к продажам, горячие, это те контакты, которые наши близкие, наши друзья. Теплые – это наши знакомые, либо знакомые знакомых. Либо, может быть, даже те места, куда вы ходите, и вас там знают как клиенты, но как бы вы не близкие друзья. Холодные – ну тут уже по слову понятно, да, это те люди, которые вас в принципе не знают, и вы их тоже не знаете, и, по сути, вы к ним идете первые с предложением. Поэтому, пожалуйста, пропишите этот список себе на три столбика. Для новичков третий столбик пока желаю, ну, рекомендую не трогать, не лезьте пока в холодный рынок. Поработайте с горячим стеклом. Так, все, определили целевую аудиторию, список написали. Идем дальше. То, о чем я говорила. Пункт, которому я уделяю больше всего внимания, на котором нужно заострить, вот, прямо, наверное, максимально все свои знания и усилия. Это анализ и подготовка к первой встрече. Очень много встречаю партнеров, которые не доразобрались, не дочитали, например, ну, элементарные даже правила модерации, какие компании могут у нас проходить модерацию, какие нет. И уже там наобещали клиенту с три короба, и получается, что, оп, а нельзя, не проходит. Поэтому подготовка. Что я делаю на подготовке? Первый пункт. Сейчас он у меня, конечно, проходит очень быстро, потому что моя компетенция в нем очень сильно выросла, и я буквально там уже с первых, так скажем, взглядов понимаю, что этому клиенту можно предложить. Смотрим соцсети бизнеса обязательно. Практически ни у одного сейчас бизнеса нет, чтобы они не вели там Инстаграм, ВК. То есть в Инстаграм, ну, по-любому есть, но там уже только ленивого, наверное, нет. Поэтому заходим до того, как вообще человеку сделать предложение, изучаем тщательно его бизнес в соцсетях. Сейчас я покажу, на что я обращаю внимание. Просто исходя из этого, вы будете четко понимать, ага, вот это вот ему, скорее всего, нужно будет, вот это ему тоже нужно будет, вот этого у него нет, наверное, было бы полезно. А вот это у него есть, ага, и есть в хорошем варианте. Поэтому отметаем этот инструмент из 33, выбираем только самое главное. Дальше мы проанализировали клиента. Нужно заранее подготовить, что мы ему будем отправлять. Как я, опять же, это делаю? У меня в телефоне есть заметки, и в этих заметках у меня уже есть подборка на все случаи жизни. И вам ее тоже рекомендую начинать делать. Где-то могу своими подборками поделиться. Я не жадная, ради бога, пожалуйста, обращайтесь, я вам их отправлю. То есть у вас обязательно должны быть в подборках кейсы и инструменты, которые у нас есть на платформе. То есть обычно у меня в подборках есть кейсы по нишам, с которыми я работаю, например, чтобы быстро клиенту отправить нужный кейс. Очень важный момент – это быстрота, чтобы у вас все было под рукой и не тратить время на то, чтобы там писать куратору, писать куда-то в чаты, ребята, где-то подскажите. Делайте все это заранее. Плюс у нас есть много ссылок, которые можно отправлять клиенту для самостоятельного изучения и настройки продукта. Есть видео-уроки от Айрата Измайлова, да, там они очень простые. Каждый урок – как настроить интернет-магазин, как настроить бонусную программу. Можно это клиенту отправить. Если, например, клиент, ну, вы понимаете, что он не будет смотреть видео, можно отправить ему другую ссылку, где можно по каждому пункту зайти и просто почитать, и в виде скриншота с экрана там будет прописано, как настроить это, как настроить это. Поэтому вот это у меня всегда есть в закладках. Дальше определяем в соцсетях, смотрим портрет собственника. Это тоже у меня идет в подготовку и в анализ компании. Да, не у всех компаний видно, кто является владельцем. Но у тех, где это подсвечено, и я сейчас покажу, где это посмотреть, я вам рекомендую поизучать человека, который стоит за этой компанией. Какие у него интересы, сколько ему лет. Вы будете уже понимать, ага, так, ему вот это нравится, вот это нравится. Возможно, с ним будет вот так вот проще выстраивать отношения. Где-то общие точки контакта находить, где-то, может быть, у вас там общие друзья найдутся. У меня недавно, честно случайно, получилось так, что я с клиентом общалась по-холодному, и потом я уже смотрю на его личный аккаунт. То есть я сначала нашла компанию, которая мне была интересна, потом через эту компанию нашла его личную страницу, потом сижу и думаю, что это какая-то фамилия знакомая, а это клиент в нашем городе. А потом вспоминаю, что у меня дочь ходила в школу, где директор школы была с этой фамилией. Потом смотрю на лицо этого человека и понимаю, что он похож на директора той школы. Потом подходит моя дочь и говорит, «Мо, да это Анян папа, ну ты что, Аня, училась со мной в одном классе». То есть вот она, пожалуйста, цепочка рукопожатий. То есть получается, я зашла к клиенту по-холодному, выясняется, что у ребенка 5 лет училась с его дочерью и сидела там за одной партой. Поэтому важно анализировать и смотрите на интересы клиента. Так, едем дальше. Все, посмотрели, что мы смотрим. Я сейчас вам показываю скриншот. Не знаю, насколько хорошо видно у вас. Это скриншот компании, просто один из примеров, на что я смотрю, на что обращаю внимание и где беру контакты дополнительные, например, для Триал-версии. Смотрим, магазин мегапупсики, магазин детской обуви и верхней одежды. Изучаем шапку профиля. Ага, так, огромный выбор. Смотрим, 6 221 подписчик. То есть бизнес работает, все нормально, подписок мало. То есть поработали хорошо с аккаунтом. Здесь, конечно, я не могу показать, но я всегда изучаю, листаю максимально вниз, чтобы посмотреть, а давно ли работает бизнес. Можно это в иконках посмотреть. Там обычно, которые вот вечные истории с иконки, там всегда видно, с какого момента уже начинает сохранять записи предприниматель. Так, посмотрела. Да, работает уже несколько лет. Все хорошо. Анализируем шапку. Большой выбор товаров. На связи, смотрим, да, на связи Рита Ерофеева. Ага. Так, заходим в Риту. Рита – это кто? Это собственница. В аккаунте Риты, у меня сейчас нет здесь скриншота, когда я захожу в аккаунт Риты, там прям видно уже у Риты, что являюсь владелицей и основательницей магазина мегапупсики. Вот он у нас уже собственник. Смотрим дальше, что в шапке. За качество отвечаем и все, и по сути все, больше ничего нет. То есть ссылки на интернет-магазин нет, перехода в мессенджер нет, топлинка нет. Есть вариант позвонить и написать. Открываем. Позвонить. Вот здесь вот есть стрелочка, ее можно открыть, и там будут видны контакты. Во-первых, там будет номер телефона, и раз уже у нас собственник определился в аккаунте, то процентов 99, что это будет телефон собственника. И вторая строчка, тоже обратите на нее внимание, потому что мы к этому сейчас подойдем. Многие всегда спрашивают, вот ты заводишь триалки всегда на каждую встречу, а где ты берешь электронную почту? Ребята, я ее беру вот здесь. Я беру ее в аккаунте собственника. Если вдруг по какому-то там случаю, хотя это бывает крайне редко, этой электронной почты нет в бизнес-аккаунте, то если у вас есть договоренность, что клиенту интересно узнать, что вы ему предлагаете, вы можете ему просто сказать, я вам сейчас пришлю свое предложение, дайте мне свою электронную почту. Вообще вопросов нет никаких. Все, посмотрели, изучили. Иконки тоже просматриваем. Нет ли у нас здесь информации про скидки, бонусы, да? Обычно, если у шапки профиля ничего нет, то здесь бывают просто какие-нибудь распродажи, ну, то есть такая сезонная скидка обычная. Изучили аккаунт. Что я могу уже сказать из данного аккаунта? Интернет-магазина нет. Для клиента удобного каталога, чтобы зайти и выбрать, например, там нужный размер, сделать покупку, заказ, тоже нет. По сути, для меня единственная форма – это полистать фотографии в аккаунте, сделать скриншот и написать через директ собственнику. Почему через директ? Потому что здесь даже нет перехода на мессенджер. То есть по-любому только через директ. Я должна уже как клиент в этот директ отправить фотографию, и уже пошли вот эти вот уточняющие вопросы. А есть ли у вас этот комбинезон? А есть ли у вас эти сапоги? А какие размеры? А какой размер стельки? А сколько сантиметров подойдет он моему ребенку? А какие у вас условия доставки? То есть уже такой ручной труд. И с учетом подписчиков я понимаю, что, скорее всего, вот эта вот собственница, она уже, наверное, нуждается в хорошем интернет-магазине, в хорошей автоматизации. Это первое, что я увидела. Второе – нет системы лояльности. То есть ее нет вообще. Да, там в иконках есть отзывы, есть какие-то зимние распродажи, осень, все. Но системы лояльности нет. Поэтому я для себя ставлю галочку, что этого нет, и, скорее всего, ей тоже это будет интересно. Вот эти вот, наверное, такие основные моменты, да, там можно еще поглубже поизучать. Это уже как раз в помощь идут вот эти иконки, да, там какие-то конкурсы, может быть, на рекомендации проводили, может быть, где-то писали о том, как поздравляют клиентов с днем рождения, но, скорее всего, этого тоже нет. То есть если вот здесь уже я определила, что определенных настроек они отсутствуют, то вот эти вот моменты, они тоже сразу уложатся на то, чтобы клиенту предложить. Так, все, посмотрели, проанализировали. Для себя я отложила, что я точно ей буду полезна вот в этом, в этом и в этом. Не надо все 33 инструмента вываливать на предпринимателя. Опять же, из своего опыта могу сказать, вот как раз, наверное, в свете последнего полугодия я бы выделила, наверное, три инструмента, которые больше всего сейчас пользуются популярностью предпринимателя. То, на что всегда есть запрос. Первое – это однозначно интернет-магазин, то есть пандемия, она показала то, что в интернете нужно не просто иметь аккаунт, а нужно иметь удобный способ коммуникации с клиентом именно в плане заказа, чтобы клиенту было удобно и просто сделать заказ, оплатить и заказать доставку. Интернет-магазин нужен практически всем. Второе – это система лояльности. То есть сейчас тоже я замечаю такой тренд, что предприниматели стали прям очень сильно задумываться на том, чтобы удерживать клиента. Опять же, пандемия показала свое лицо и дала понять рынку о том, что когда ваши клиенты вдруг перестали ходить в торговый центр, вы стали понимать, что, оказывается, нужны инструменты, которые будут удерживать. И большие платформы смогли, наоборот, в карантин вырасти в продажах, потому что там были бонусы, акции, там все удобно и просто, а люди сидели дома, многим было нечем заняться, они сидели в телефоне и просто смотрели, что есть на озоне, что есть там и там и там. Кто был готов к этому, те, конечно, тоже словили определенный кайф, так скажем, от того, что происходило в это время. Но нужно было быть готовым. Поэтому такой запрос тоже есть на систему лояльности. И третий пункт, который бы я сейчас выделила, тот, который вот прямо у каждого предпринимателя, когда его спрашиваешь, какие еще задачи стоят перед бизнесом, все в один голос говорят, новые клиенты, мы хотим больше клиентов, мы хотим новых клиентов. Здесь как бы не нужно там сразу думать, что, а, значит, ему нужна реклама. Нет, здесь мы сразу на подкорку себе закладываем, что у нас есть инструмент, который может помочь предпринимателю найти новых клиентов себе в бизнес, и это будут качественные клиенты, которые придут по рекомендации от уже твоих действующих клиентов. Поэтому это топ-3 инструментов, которые сейчас очень популярны у предпринимателей. Можете себе их записать. Это однозначно то, с чем можно идти, работать и нужно всем. Все сделали, планы поставили, продукт изучили, проанализировали клиента, список написали, все, мы все понимаем. Так, у меня есть классная подруга, у нее то-то, то-то, то-то. Я точно знаю, что ей нужно это, это и это. И сели. Не знаем, как сделать первый шаг. То есть я эту фотографию как раз сейчас сделаю. То чувство, когда вообще не знаешь, с чего начать. То есть, получается, ты вроде бы знаешь, и думаешь, ё-моё, ну как, ну как, ну как я ей позвоню, ну что я скажу, как я напишу, а вдруг, а вдруг она меня пошлет, куда-нибудь скажет, Таня, ты что, ты мне что-то продавать, что ли, собралась, а? Ну-ка давай говори, куда ты там залезла, что у тебя там, кто тебе мозги запудрил, сейчас ты что-то мне будешь впихивать. Поэтому многие остаются вот именно в этом состоянии, в непонимании, как действовать дальше. Продукт классный, но что дальше делать, непонятно. Поэтому здесь моя рекомендация. Особенно для тех, кто новички. Так, сейчас к этому вернёмся, пока возвращаемся к коту. Во-первых, у вас есть горячий список, там ваши знакомые. Не нужно там придавать какой-то важности, наверное, такой прям глубине, что это так серьёзно, так серьёзно. Будьте более проще. Относитесь к этому как к игре определённой, да? Продажа – это, в принципе, вообще здорово и классно в удовольствии, когда она лёгкая, когда она в игровой определённой форме. То есть для вас это должно быть что-то просто такое интересное и увлекательное. Но это же несложно, например, своему знакомому человеку сказать «Слушай, Лев, вот у тебя есть магазин одежды. Я сейчас обучаюсь, я сейчас нарабатываю экспертность в том, что предпринимателям настраиваю интернет-магазин, систему лояльности, помогаю привлекать новых клиентов за счёт определённых инструментов. Давай мы с тобой договоримся. Я тебе сейчас всё расскажу, как будто бы вот это работает в твоём бизнесе, а ты мне потом дашь обратную связь. Хорошо ли я тебе всё объяснила? Может быть, ты мне где-то скажешь, где мне стоит поработать над тем, как доносить информацию. Ну и, может быть, вообще тебе понравится, и мало ли, может, мы с тобой начнём работать». То есть я считаю, что это прям очень легко, просто на позитиве и без какого-то там супер-ожидания, да, что бывает тоже у новичков, и я такая тоже была, и у меня это было, когда я выписывала список, понимала, что, ё-моё, ну ей это точно надо, ну надо ей, ну это же моя подруга, и я вот вижу, что у неё не хватает этого инструмента, но я ей помогу. Ну почему она меня не слышит? То есть мы от человека ждём каких-то там супер-ожиданий, поэтому, чтобы не разочаровываться, не нужно заранее очаровываться. Подходите более спокойно. Итак, с тёплыми мы просто договариваемся о том, что я тебе покажу, я тебе расскажу, ты мне дашь обратную связь, скажешь, что мне нужно поправить в своей презентации, может быть, тебе что-то понравится, а, возможно, ты мне просто дашь рекомендацию. Всё. Очень просто. И если это уже другой у вас уровень, то есть вы работаете по рекомендации, либо это уже такой тёплый рынок, либо холодный рынок, то здесь, да, здесь уже немного идёт другая ситуация. Мы сейчас пока об этом. Сейчас я вам даю просто пример, как это может работать, например, с тёплым контактом, где-то, может быть, даже и с горячим, и с тёплым. Это просто пример переписки в Инстаграм. Мой знакомый. Там, Юр, привет, увидела твой сториз. Там пишет, да, привет, Тань. Ну, понимаете, да, контекст, то, что это мой знакомый, у которого есть определённый магазин. Молодец, смотрю, развиваешь бизнес. Я подумала, может быть, я тебе буду полезна. Да, давай там, Тань, говори, что у тебя есть. Смотри, моя экспертность или я развиваюсь сейчас в настройке интернет-магазинов, в которых есть встроенная система лояльности с, ну, допустим, автоматизированным сбором клиентских данных, формат как мобильного приложения, так и в виде сайта. Давай тебе скину информацию или пришли пример в WhatsApp или в Telegram. Вот, как правило, когда вот так вот легко, достаточно, да, там, без какой-то специфичный спецслов, которые клиентам многим непонятны, когда мы начинаем там за умными словами говорить о том, что, слушай, ну, какой у тебя LTV в бизнесе, а как ты замеряешь там этот показатель, а работает ли у тебя кросс-маркетинг. Поэтому старайтесь как можно проще донести информацию. Я считаю, что даже здесь можно еще упростить. Это я просто как бы даю такой скрипт человеку, которому я понимаю, что он тоже на моей волне, он понимает, о чем я говорю. Все, следующее. Давай я тебе скину информацию и пример в WhatsApp. Переводите максимально, если вы общаетесь в Instagram с потенциальным клиентом, со знакомым, переводите максимально в мессенджеры. У меня будет по этой теме, наверное, отдельный вебинар. Я попрошу руководству компании дать мне возможность обязательно провести обучение по работе в мессенджерах. Если мы берем сейчас мою работу, я процентов 90 сделок закрываю в WhatsApp. То есть это не личные встречи. Я, в принципе, работаю только в онлайне. И практически 90% сделок у меня закрывается просто в мессенджере. Перепиской, голосовыми сообщениями, без каких-либо там дополнительных опций. Это очень крутой инструмент. Начинайте его изучать. Переходите на него, кто до сих пор еще этим не пользуется. Поэтому для себя возьмите такое правило, да? Встреча в мессенджер. Звонок в мессенджер. Встреча в мессенджер, звонок в мессенджер. Переводите. Телеграмм классный, удобный, обожаю его. Все сохраняется. Для деловых переписок, для закрытия сделок все-таки в WhatsApp. Есть определенные там фишки, которые лучше работают, чем в других мессенджерах. Про Viber я вообще здесь не указываю, потому что, ну, по крайней мере, я считаю, что это все-таки не рабочий мессенджер. Это больше мессенджер для мамочек, для детских садов и для каких-то там сборищ, девочек и групп по интересам. Поэтому используйте WhatsApp, используйте Telegram. Все. Я человеку отправила сообщение, ему стало интересно, я ему сказала, окей, давай я тебе пришлю. Дальше какой есть вариант работы, да? Можно, конечно, человеку сразу прислать информацию в WhatsApp или в Telegram. Запоминаем это. Не оставляем переписку в Instagram. Уходим оттуда. Максимально быстро. У меня есть специальная форма для выявления потребностей, чтобы не тратить время на то, чтобы узнать, а может быть, там тебе еще нужно это или это. У меня есть 10 основных вопросов по выявлению потребностей. Эти вопросы вы тоже можете найти в том же Директ-ките. Можете их попросить у меня. Есть две формы. Первая – Google форма, она бесплатная. То есть вы в Google формате создаете автоматизированный опросник для клиента и просто говорите, например, своему товарищу. Слушай, давай, знаешь как, я тебе сейчас пришлю анкету, она у тебя займет ровно одну минуту. Но я, благодаря твоим ответам, буду четко понимать, а вообще я буду тебе полезен или нет. Заполни ее, пожалуйста. Вот. Это такой вариант работы. Второй вариант – у меня есть квиз. Он платный. Это тоже такая же анкета по сбору данных, но для меня она более удобная в том, что у меня достаточно большой поток клиентов. Я где-то могу забыть зайти в Google форму проверить. Плюс у меня есть клиенты, которые уже автоматизированно заходят на эту форму. Поэтому я ее использую для своего удобства. Она платная, стоит не таких диких денег. Там порядка 460 рублей в месяц я плачу об онплату. Но зато мне все ответы клиентов приходят в Telegram и в электронную почту. И приходит оповещение, что Татьяна, у вас такой-то клиент оставил анкету. Он прошел опросник. То есть мне не нужно дополнительно заходить, вспоминать, что я кому-то отправляла анкету, он должен ее был заполнить. Мне нужно зайти в Google и проверить, а все ли там есть. Я, конечно, не знаю. Может быть, уже в Google есть какие-то настройки, когда можно автоматизированно также настроить, чтобы после заполнения клиентом анкеты приходил автоответ. Вот, отправляю форму для выявления потребностей. Можете отправлять, можете не отправлять. Это моя рекомендация. Она просто сокращает время работы с клиентом. Так, идем дальше. Что отправляем? Я уже говорила о том, что у меня в телефоне есть заготовки на все случаи жизни. Обязательно. Поэтому создавайте себе их сами, обращайтесь, пишите. Я буду делиться заготовками. Я только за то, чтобы каждый партнер всегда имел под рукой четкую информацию, что дать клиенту. Итак, мои заготовки и то, что я отправляю клиенту. Если мы с ним договорились о том, что я ему пришлю пример и покажу, как может, например, в его бизнесе работать инструмент или какие есть возможности, особенно если нужно интернет-магазин сделать, есть в этом потребность, то я всегда делаю триалку. Это прямо мое такое железобетонное правило, которое я для себя приняла, я по нему работаю. Демо-версия, она вам для того, чтобы вы потренировались самостоятельно. То есть вы на ней тренируетесь, смотрите инструментарий, создаете, модерируете, все. На демо-версии потренировались. Если вы работаете с клиентом, если вы хотите работать долго, хотите вести свою клиентскую базу, не терять клиентов. Научитесь самостоятельно делать триал-версии. Во-первых, клиент из триалки, даже если он просто еще не знает всей информации, он уже увидит, как выглядит его компания. Не так важно клиентам, я вам тоже сейчас, может быть, кому-то там откровением будет, далеко не все клиенты хотят видеть чужие кейсы. Вот прям совсем. Я кейсы отправляю только тогда, когда, например, клиент говорит, слушай, а есть вообще похожие компании на вашей платформе? Я бы хотела вот их результаты посмотреть. Да, тогда здесь созревает кейс. Ну и плюс у меня есть мои кейсы. То есть свой кейс, да, отправить вообще это круто. Это, наоборот, увеличивает конверсию, когда клиент смотрит твой кейс, а там про тебя рассказывают как про внедренцию, а может быть, даже и ты там вообще в этом кейсе есть. Это прям, конечно, крутейший инструмент. Но мы сейчас говорим пока про новичков. Поэтому научитесь делать триалку. Как выглядит компания для клиента с его стороны? Потом можно вставить ролик о продукте или кейс, да, но я здесь как раз написала или-или, опять же, если есть запрос. Много сразу всего не отправляйте. И после уже нужно обязательно под рукой иметь тарифы. То есть тарифы, они у вас должны тоже всегда быть сохранены в заметках, чтобы вы в любое время могли клиенту дать информацию на его запрос, а сколько это стоит. Вот здесь моя рекомендация – не скрывать тарифы, потому что я знаю, там есть многие партнеры, которые, слушай, ну давай про тарифы мы вообще с тобой отдельно поговорим. Да, этим можно, в принципе, вывести человека на Zoom. Например, если он заполнил у вас опросник, вы видите его потребности, он посмотрел свою компанию, как у него это будет выглядеть в приложении, триал-версию, и спрашивает у вас, а сколько это стоит. Вот здесь можно человека вывести там на разговор, на звонок, либо на Zoom, сказать, слушай, я тут твои потребности изучил. Я предлагаю вообще обсудить, потому что тариф зависит, исходя из того, что тебе сейчас важно в бизнесе. То есть вот это вот нормальный диалог. То есть вы созваниваетесь, проговариваете, здесь даже где-то, может быть, и быстрее будет, чем в мессенджере переписываться и выявлять там все, что нужно клиенту. Здесь можно действительно договориться о том, что, слушай, давай созвонимся, и прям четко, вот исходя из твоих потребностей, ты мне просто скажешь, что тебе сейчас важно, и я тебе тогда скажу тариф, какой будет подходить для твоей компании. Все. Если клиент категорично просит тарифы, отправляйте ему тарифы. Ничего ужасного в этом нет. Поэтому здесь написала. Все зависит от договоренности. Так, идем дальше. Это вода шампанская. Идем дальше. Триал-версия. Тоже я просила у компании, буду просить, и, наверное, просто вас приглашу всех, допустим, в воскресенье, в дневное время, либо в вечернее время, можете потом мне сами написать, когда мы включим чат. Я бы вообще пригласила всех, кому интересно, на Zoom со мной по созданию качественной триалки. Особенно это будет важно для новичков, потому что я вижу эти ошибки, я их вижу каждый день. Ко мне много обращается людей провести встречу, провести вторую встречу. Я всегда покажу, показать мне, ну, прошу прислать мне триал-версию, и нахожу там кучу ошибок. Это очень важно, как вы делаете триалку. Первое впечатление клиента, его никуда не деть, оно остается первым впечатлением. Поэтому научитесь делать крутую, классную триалку и быстро. Итак, триал-версия. Делаю всегда. И еще раз прям заострю внимание, почему я делаю триал-версию всегда сама. Даже если этот клиент отказывается, ему там что-то не понравилось, либо он отложил на через год, такие тоже бывают, у вас этот триал-версия остается в вашем бэк-офисе. Вы всегда можете зайти в бэк-офис, фильтрануть клиентов, которые у вас красные, которые неактивные, и поработать, повспоминать. То есть это тот список клиентов. Я периодически раз в месяц захожу в красных клиентов, которые неактивны, которые у меня высвечиваются уже за несколько лет, и начинаю прямо их прорабатывать. Вспоминаю, так, ага, вот с этим мы тогда не договорились. И прописываю, возможно, уже надо сделать второе касание. Или, возможно, с кем-то у меня была договоренность о том, что я через год вернусь к этому вопросу, и он у меня сработал как напоминание. Поэтому те клиенты, которые не остаются, которые не покупают, они остаются у вас в клиентской базе. Всегда можно вернуться к клиенту заново. Может быть, клиент сделал за это время круг, он не может найти ваши контакты, но у вас есть его контакты. Это ваша клиентская база. Второе. Клиенту, я как говорила, важно и приятно видеть, как его компания отражается в приложении. Я слежу за временем, потому что я могу об этом долго разговаривать. Поэтому должна быть триалка. Отказные триалки – это ваша сервенка. И четвертый важный момент. Например, клиенту вы отправили триалку, возможно, даже Zoom провели, показали. И клиент говорит, блин, а когда я могу вообще сам вот все попробовать? А вы ему говорите, у тебя уже все работает. Вот логин, вот пароль. У тебя уже настройки сделаны. Можешь пробовать, начинать работать. У многих клиентов здесь прям реально возникает эффект «вау». Оказывается, мне сейчас не нужно ждать еще там от тебя час-два времени. Мне не нужно сейчас самому все это повторять. У меня просто есть логин и пароль, и я уже могу начинать работать. Да, все так просто. Вот, пожалуйста, начинай работать. У тебя есть семь дней на то, чтобы попробовать, донастроить, сделать интеграцию, обучить персонал. А, возможно, эти семь дней будут для тебя принятием решения о каком-то тарифе. Поэтому давайте сразу клиенту возможность работать и пробовать. После этого... Так, значит, поменяли слайд, у меня местами. Тоже вернусь к этому. То есть после этого обязательно клиенту нужно отправить... Тоже у меня в заготовках есть, куда ему нужно зайти. Логин и пароль. То есть отправляете прям карточку клиенту, куда он должен зайти в админ панель в свою. Логин и пароль. У меня там дальше будет скриншот. У многих, опять же, то, с чем я сталкиваюсь каждый день, многие новички спрашивают, а где триалка вообще? То есть для кого-то сейчас в чате, те, кто уже партнеры давно, да, этот вопрос, он не актуальный, но я сейчас обращаюсь к новичкам, те, которые прям недавно зашли в бизнес. Заходим в свой бэк-офис, в раздел лицензии UDS. И прям вот верхняя слева – это триал лицензии. Нажимаем на нее и берем оттуда ссылку. И по этой ссылке начинаем сами заполнять триалку. Я вас очень прошу, научитесь сами сначала заполнять триалку. Не нужно отправлять клиенту. Во-первых, вы напрягаете клиента. Во-вторых, он может эту ссылку вообще отложить куда-нибудь в долгий ящик. Поэтому лучше сделайте все сами. Плюс набьете свою экспертность. Идем дальше. Это вот как раз то, о чем я говорила. У меня такая заготовка есть для каждого клиента. После того, как я ему отправила триал-версию, возможно, у нас был Zoom, мы прошлись по настройкам. Zoom я всегда стараюсь после того, как я скинула триал-версию, посмотреть ролик про продукт. Я всегда стараюсь назначить следующую встречу в Zoom. То есть смотри, я тебе скинула, ты посмотрел. Я предлагаю, давай выйдем в Zoom, в Skype на 15-20 минут. Я тебе помогу более четко пройтись по настройкам. Плюс ты мне заполнил анкету. Я увидела, что для тебя очень важно привлечение новых клиентов. Я тебе покажу, где у нас есть такая опция, как она работает, каким образом ее нужно настраивать. И все. И как бы моя задача вывести клиента в Zoom. В Zoom мы не проходим все 33 инструмента. Я делаю акцент только на его основные запросы. Обычно их не больше трех. Поэтому это 15-20 минут. Если здесь сегодня в обучении есть мои ученики, они сейчас тоже научились это делать легко и быстро. То есть вот эти вот часовые, полуторачасовые зумы, один, второй, третий, четвертый, просто переводим в обычные нормальные 15-20 минут. Прошли по основным потребностям. Нужно еще раз, нужно с дежурным внедренцем. Это уже вторая или третья встреча, если остались вопросы. Все. Вот это вот заготовка. Первая – это ссылка на личный кабинет в админку. Логин. То есть здесь я сама вставляю электронную почту клиента. Я же сама заводила триалку, я ему сама заводила логин и пароль. И пароль, ну, тут для себя делайте удобный, который вы тоже не забудете. Вот это я обязательно отправляю клиенту. Все клиенты меня за это благодарят. Потом, я об этом тоже говорила, клиенту обязательно отправьте ссылку на веб-версию. То, как он будет выглядеть в приложении, именно прям в вебочку отправьте. Где ее брать? Ее нужно брать в триал-версии, раздел настройки, веб-версия. После того, как вы внесете в каталог несколько товаров и нажмете кнопочку опубликовать, там появится вторая ссылка на goods, на товары. Можете взять ее, можете взять верхнюю. Но это очень классно вообще срабатывает, когда вы предпринимателю отправляете еще вот как выглядит, особенно если есть запрос на интернет-магазин. То есть вот веб-версия моего клиента. Это магазин детской одежды. И если вы, например, сейчас в Яндексе, в поисковике наберете детская обувь «Солнышко Самара», вам Яндекс сразу выдаст именно ссылку на сайт, на веб-версию UDS. Вы потом увидите, там прям будет хвостик uds.app. Все работает, все классно. Все, клиент смотрит и такой прям восхищается. Блин, е-мое, так это же и продукция моя. И здесь, оказывается, можно в WhatsApp перейти, и можно еще в ВКонтакт перейти, а еще мне можно позвонить, а еще клиент может сразу в корзинку положить, а еще баланс баллов видно, и корзинка есть. То есть здесь идет эффект вау. Обязательно это делается. Моя рекомендация. Дальше все отправили, все сделали. Триалочку создали. У нас есть семь дней. Вот эти семь дней мы клиента не оставляем. Тоже есть у меня система работы. Как я с этим клиентом живу эти семь дней? Когда я его, так скажем, касаюсь, когда я ему пишу, когда я ему звоню, это система работы. Но семь дней он должен чувствовать вашу вовлеченность, ваше покровительство, а не занудство. То есть здесь тоже важно не переборщить, чтобы клиент был в фокусе, но он не был, так скажем, замучен сверх вниманием. Поэтому семь дней сопровождаем. Если это, например, тот бизнес, где действительно стоит делать внедрение, то есть это не компания тупица, да, там, когда есть предприниматель, он один, он и менеджер, он и маркетолог, он и SMM-мастер, и вы туда пытаетесь продать внедрение там за 30-50 тысяч рублей, да, возможно, это не та история. Но если это компания, у которой магазины, филиалы, сотрудники, здесь стоит поговорить о внедрении, чтобы все было сделано качественно, чтобы все точно работало. У вас есть семь дней для того, чтобы организовать встречу с дежурным внедренцем, организовать клиенту встречу с партнером, у кого есть, например, кейсы в данной области, либо, может быть, даже договориться с партнером, у кого есть клиент из этой сферы, чтобы они там между собой пообщались. То есть вот эти семь дней, они для того, чтобы закрыть все вопросы, которые есть, и просто свободно к шестому дню заключить сделку. Все. То есть важный посыл – не бросать клиента на семь дней и не писать ему на седьмой день, слушай, друг, у тебя тут это, мне тут в телеграм-оповещение пришло, у тебя сегодня подписка закончилась, ну ты там что, определился, а он вам пишет, слушай, да я что-то вообще, я забыл все эти семь дней, вообще ничего не трогал и не смотрел. То есть вот это как раз бывает тогда, когда не было работы. Дальше. Очень частый вопрос, прям постоянно мне пишут в Инстаграм, везде пишут, Таня, где берешь клиентов, где ты берешь клиентов. Открываю Америку. Первое – это список. Список составляется не один раз, он пополняется регулярно. Постоянно просматривайте свой список. Да, я тоже в решу, я его переписываю 55 раз, теряю блокноты, теряю файлы, поэтому все время я его обновляю, и слава богу, у меня есть триал-версии, которые там неактивные, которые красные, где я делала касания, я тоже этих клиентов вспоминаю и туда же добавляю. Список раз в месяц проходите его, пополняйте. Почему еще это нужно делать регулярно? Мы же живем, мы каждый день живем, общаемся, знакомимся с новыми людьми, поэтому наш круг знакомств расширяется, и список наш тоже должен пополняться. Второе, где беру их клиентов, это рекомендации. Рекомендации в широком смысле этого слова, это могут быть не только рекомендации от моих клиентов, да, там многие сейчас скажут, ну вот рекомендации. Где я сейчас возьму, у меня еще ни одного клиента нет. Рекомендации можно брать от друзей, можно брать их в Инстаграм, опять же, от своих же тоже друзей на какие-то компании. Я сейчас посмотрю, есть у меня этот слайд или нет, если нет, то я тогда прям могу сразу заостриться. Например, просыпаетесь утром, идете, делаете свои процедуры. Обычно, как это происходит, у 99,9% людей. Мы идем с телефончиком, начинаем пролистывать. Первое, что мы делаем, это заходим в Инстаграм, смотрим, а что там у нас вообще за вечер произошло, за ночь. И видим, что, ага, так, моя подружка Ленка купила сапоги, выложила в сторис и сделала отметку какого-то магазина. А потом она еще вторую сторис выложила, еще раз сделала отметку этого магазина. Пишем Ленке. Лен, сапоги классные, идут тебе вообще просто, вот прям как будто бы ты у них родилась. Слушай, а ты вот магазин сейчас порекомендовала, это твои знакомые? Или просто вот тебе у них так понравилось, что ты решила еще и отметку на них сделать? Здесь тоже, да, поймете, знакомые это или нет. То есть, ваша подружка, ваша знакомая напишет, да, слушай, это мои друзья, вот они бизнес открыли, только начинают развиваться, поэтому я там всячески их поддерживаю, помогаю. Вот сделала отметку. Все, дальше берем рекомендацию. Лен, слушай, ну ты же знаешь, ну, может быть, ты и не знаешь, я вот как раз занимаюсь тем, что таким предпринимателям, которые делают первые шаги, я им помогаю в том-то, в том-то и в том-то, да, например, там оформить интернет-магазин, сделать удобную форму заказа. А ты можешь меня им порекомендовать, и, возможно, я им буду полезен в их бизнесе. Или там, я буду полезна в их бизнесе. Все, созрела рекомендация. Можно взять рекомендацию у клиента, который отказался. Такое тоже часто бывает. Кстати, мой кейс, который многие знают, это B&B Корейская косметика, это была рекомендация клиента, который меня фактически послал на встречи. То есть клиент мне прям сказал, фу, мне это вообще не нужно. У меня настолько постоянные клиенты, они у меня виповские, они ездят на лендроверах, лендроверах, им вообще все это не нужно. Все. Я такая села, практически обтекла, и спрашиваю предпринимателя, я говорю, ну, хорошо, вам не нужно. А может быть, в вашем окружении там есть предприниматели, у которых в бизнесе вот это точно было бы нужно. И вот тогда как раз была рекомендация. То есть владелец той пекарни, она сказала, слушай, ну, есть у меня одна подруга, у нее вот магазин корейской косметики, она там даже не собственница, она там администратор, ну, руководитель. Давай я вас познакомлю, я ее предупрежу, что ты ей позвонишь. Вот так у нас началось знакомство с корейской косметикой. Даже не с собственниками, а рекомендация на управляющего магазина, через управляющего магазина встреча с собственниками, и уже дальше, дальше, дальше. Да, и сейчас многие знают, во что это все вылилось. B&B оформили франшизу, и сейчас в каждой их франшизе у нас есть UDS, и по сути там в месяц два-три клиента, это у меня те клиенты, которые уже идут от данного клиента. Да, я работаю уже с их франшизами. Рекомендации от текущих клиентов тоже возьмите себе прямо за основу, брать рекомендации минимум раз в месяц. В игре старайтесь брать эти рекомендации раз в неделю. Ничего страшного, это не занудно, это не стрёмно, можете напомнить своим клиентам, если вот они у вас есть, если мы говорим сейчас не про новичков, позвоните, напишите, спросите. Прямо можете сказать, слушай, у нас сейчас идет там конкурс на работе, я хочу, я очень хочу, ты знаешь, что инструмент классный у тебя работает, может, порекомендуешь меня кому-то, может быть, ты мне дашь рекомендацию, я сам позвоню. Все, здесь проходят рекомендации. И холодные клиенты. Работаю всегда, для меня это интересно, во-первых, мне это нравится, во-вторых, у меня там уже высокая достаточно компетенция и конверсия, поэтому могу себе позволить работать с холодным рынком. Новичкам пока не нужно в это лезть. про холодный рынок будем разговаривать отдельно. Но, если интересно, я их беру в Инстаграм, то есть, никакими другими способами не нахожу. То есть, я не хожу по торговым центрам, не трачу на это время, не дай бог, тем более, сейчас там все болеют, и мы все переболели, поэтому нет, лучше максимально заходить безопасно в Инстаграм и искать там, в том числе, свою холодную историю. Как я это делаю? Через друзей, это я уже говорила, да, по сути, для меня это холодный человек, но это через рекомендацию, он идет полутеплый. Через хэштег здесь идет, да, прям поиск холодной аудитории, но это уже для более опытных, либо для тех, кто настолько четко разобрался, настолько четко для себя нашел нишу, что он себя вот прям позиционирует сразу с первых дней работы как эксперт по настройке UDS, в определенной ниши. Вчера вот на эту тему в UDS-клуб был вебинар или сегодня был, дни уже перепутались, от Виктора Инодорцева «Как работать с определенными сегментами». Вот, и, например, вот у меня есть ниша, да, я работаю с магазинами корейской косметики, я захожу в Инстаграм, мне интересна география, потому что 50% моих клиентов это мои партнеры, то есть они после покупки лицензии переходят в партнерство. И я же понимаю, что мне важно расти в географии. Я захожу и думаю, так, хочу партнеров в Сочи. У меня есть экспертность во внедрении UDS в корейскую косметику. Я захожу в поиск, в Инстаграм, и через хэштег набираю «Корейская косметика Сочи». Мне вываливается целый список под этим хэштегом, и я просто начинаю смотреть прямо в ручном поиске, где магазины, а где просто там человек оставил хэштег. Как правило, конечно же, вываливаются магазины. Здесь возвращаемся к пункту основному, да, который я выделяла в самом начале, пункт номер 4, это анализ клиента. Изучаю просто аккаунт, очень внимательно изучаю аккаунт, что есть, чего нет, сколько работает, сколько подписчиков, какие лайки, то есть активность смотрю, и вот уже постепенно через анализ начинаю заходить на предпринимателя. Если сегодня вот у нас в чате есть мои клиенты из Сочи, это был ровно вот как раз вот этот вот вариант захода. То есть я через хэштег нашла магазины «Корейской косметики», буквально в несколько магазинов отправила сообщение о том, что там «Добрый день», «Добрый день» мне ответили. Я говорю, я вот Татьяна, я вообще эксперт по настройке системы лояльности в магазины «Корейской косметики». То есть я не пишу о том, что я «Всея Руси», что я партнер в статусе «Д1», в компании «Международный Global Intellect Service», которая работает на рынке, та-та-та-та. У меня текст достаточно простой. Как меня зовут и чем я могу вот прям быть полезна этому предпринимателю. Моя экспертность в его нише. Ему становится интересно. Так, а что у вас там? Я говорю, ну, давайте я вам вышлю пример, вы можете посмотреть. Все. И переходим в WhatsApp. То есть то, как я уже говорила в самом начале. Так, у меня идет время, сейчас тут заканчивается. Если будет интересно, опять же, тоже напишите обратную связь по работе с холодным рынком. Нужно ли поэтому давать отдельный вебинар? Через друзей, как искать, я уже рассказала. Просто смотрю, наблюдаю за своими друзьями, кого они отмечают у себя в сторисе и в своих постах. Да. Полезные подписки – это вообще крутейший инструмент. Когда вы подписаны на каких-то топовых блогеров, я не беру сейчас тех блогеров, которые там Моргенштейн и еще какие-нибудь. Я говорю про бизнес-аккаунты. Например, Михаил Кучмент, собственник, владелец магазинов «Хофф». Это бизнес-предприниматель, плюс это человек, который публично ведет страницу в Инстаграм очень активно. У него классная аудитория, у него думающие подписчики, ну, большинство, и у него очень много в подписках предпринимателей. Поэтому я очень четко слежу за тем, что пишут такие блогеры-предприниматели. Например, у него там выходит пост, где написано, там, подписчики, слушайте, мне интересно, расскажите, кто в карантин вообще, как выжил в своем бизнесе, кто применял какие-то инструменты, поделитесь своим опытом. Все, там начинается просто 5000 комментариев, и я не ленюсь, я сажусь и смотрю эти комментарии. И если я нахожу комментарии, где я вижу, что, ага, так, это предприниматель пишет, он написал, что он в карантин вообще открыл бизнес. Я захожу и смотрю на его страницу, что это за предприниматель, там, скорее всего, будет информация про бизнес. Мы уже подписчики одного человека, у нас уже есть точка, которая нас связывает. Я просто пишу этому предпринимателю, там, добрый день, там имя есть, да, там, Игорь, добрый день, там, добрый день. И, слушайте, я увидела ваши ответы в сторис, в посте у Михаила Кучмента. Вот прям вот абсолютно согласна, очень прям восхищена, там, тем, ну, конечно, тут тоже не нужно переусердствовать. То есть пишу, что вот я тоже заметила о том, что вот он оставил комментарий, я полностью согласна. И, между прочим, обратила внимание, зашла в ваш магазин и смотрю, там у вас, например, еще нету системы лояльности. Он пишет, да, у меня еще нету, я работаю над этим. И я ему говорю, а какая вам идея, я могу с вами поделиться, моя вот экспертность именно в этой области. Давайте я вам скину пример. Все, это пошла, уже пошел контакт. И здесь народ очень откликабельный, потому что вас уже связывает один большой подписчик, вы, по сути, являетесь он, и вы являетесь фанатом одного человека. Так, закругляюсь, закругляюсь, уже перелимит у меня. Тоже важное, это вообще большая тема, то, над чем я работаю, где у меня тоже высокая экспертность. Не звоните, а пишите. То есть максимально переводите все свои контакты в мессенджер, учитесь продавать там. Какие основные плюсы я бы здесь выделила? Первое – это открываемость, открываемость ваших сообщений. Например, если мы сравниваем с тем же e-mail, то берем статистику, открываемость e-mail сообщений – это 10%. В мессенджере открываемость 80 и выше. То есть ваше сообщение точно откроют и прочитают, ну, процентов на 80 точно. А в нашем случае там вероятность того, что вас прочитают, она 99. Второе – всегда вовремя. То есть это тот вариант, когда вы не попадете там на совещание к человеку. Он не будет вам говорить «я сейчас занят, не могу говорить» или скидывать ваш звонок. Сообщение в мессенджер – это всегда вовремя. У него будет время, он прочитает. Все. Третье – эмоциональный контакт. Даже где-то лучше, чем любой звонок или встреча. Вы уже заранее смотрите себя по аватарке, да, там, посмотрите сегодня, вот прямо после вебинара, откройте, пожалуйста, свой WhatsApp, откройте свой Telegram, посмотрите, что у вас на аватарке. Если у вас там кусты, это не работает. Если у вас там вы и трое детей рядом, и я счастливая мать, обладательница, кошки, собака, мужик, дочь, сын и все у меня есть, это не бизнес-аккаунт. Поэтому приглядитесь к тому, как вы выглядите в мессенджерах. Это должна быть классная, крупная, красивая фотография. И у вас должно быть прописано, как вас зовут, и желательно еще компания. Если вы можете указывать компанию, если вы не работаете где-то там дополнительной, вы не в найме, укажите, что вот вы работаете в компании UDS, либо вы эксперт в той-то области. Поработайте над этим. Плюс эмоциональный контакт. Я не знаю, там многие, наверное, согласятся с тем, что многие люди сейчас больше открываются в переписке. Ну, не хотят они тратить время на звонки. Непонятно, там, сколько надо мне, это не нужно, это лень. Давай напиши. И в переписке у нас люди открываются гораздо больше сейчас. Четвертое – это проще донести информацию. То есть, ну, реально, там, в тот же WhatsApp входит все. Видео, презентация, опросники, фотографии. Можно любые скрины туда отправить, любой кейс отправить. В отличие, опять же, например, от того же директа в Instagram, да, туда не все вставишь. Идут определенные ограничения. Поэтому вот такие, наверное, четыре основных плюса от того, как работать в мессенджерах. И возьмите за правило. Звонок в мессенджер, встреча в мессенджер. Дальше какое есть правило. Все, я на этом заканчиваю. При работе, при переходе клиента в мессенджер, переводе. Вот вы с ним, если поговорили по телефону, пообещали ему, что пришлете информацию, присылайте ее сразу. Прям возьмите за правило. Поймал – не отпускай. Вот пока не доделали одно действие, не отпускайте. Если сказали, я тебе сейчас пришлю в WhatsApp, значит, сейчас нужно прислать в WhatsApp. Если вам кто-то звонит, скидываем звонок, пишем, что ответим позже. Но доделываем то дело, которое обещали. Здесь, опять же, если, например, там клиент по рекомендации либо холодный, не нужно там, если вы уже сказали клиенту, я вам сейчас скину WhatsApp, не нужно в WhatsApp заново знакомиться. Вы можете просто написать, Юрий, мы сейчас с вами в Instagram общались, вот информация, которую я вам обещала скинуть. После, на следующий день обязательно напишите клиенту, Юрий, там, добрый день, это я просто пример даю. Хотела уточнить, удалось ли ознакомиться с информацией, какие вопросы возникли. Обязательно, когда только начинаете с клиентом общаться, оставляйте всегда в общении знак вопроса. Не заканчивайте точкой, иначе просто вы поймаете тишину в ответ. Задавайте вопросы. Всегда пишем имя с большой буквы. То есть, если вы работаете в мессенджере, я этим тоже грешу периодически. Следите за орфографией, следите за тем, чтобы все было по правилам. Имена с большой буквы. Начало нового предложения с большой буквы. Города с большой буквы. Название компании с большой буквы. Плюс есть такая удобная штука, не все о ней знают, не все ей пользуются. В мессенджере, в настройках в телефоне можно настроить голосовой набор сообщений. То есть, вы можете клиенту сообщения начитывать голосом, но оно у вас перейдет в текст. То есть, если вдруг кто-то этого не знает, зайдите в настройки телефона. Там в разделе сообщений вы найдете такую опцию «Включите голосовой набор». Но здесь обязательно помните, что нужно при голосовом наборе проговаривать там точки, большие буквы, новое предложение, восклицательный знак. И потом обязательно проверяйте. Голосовые сообщения отправляем только клиенту, если он вам ответил голосовым сообщением. То есть, по сути, когда клиент вам отвечает голосовушкой, он дает разрешение на то, что вы тоже можете ответить голосовушкой. Если у вас идет переписка, и вы понимаете, что легче уже записать голосовое, попросите разрешение у клиента. Прям спросите. Удобно ли будет, если я отправлю голосовое? И здесь тоже запомните на подкорке, ваше голосовое сообщение не больше 30 секунд. Сообщение от клиента может быть хоть 3 минуты. Но если, не дай бог, вы клиента еще и не так хорошо знаете, и отправляете ему голосовое, он его видит, а там 3,5 минуты, то считайте, что это практически факап. То есть следите за тем, чтобы прям вот нарезочки короткие, очень быстро учитесь отрабатывать речь, чтобы она была четкой, понятной и по делу. Так, у меня все. Айрат, включай чат. Очень прошу, те, кто меня не знает, подпишитесь на меня в Инстаграм. Потому что именно в Инстаграм я напишу информацию и приглашу вас в Zoom обучение. У меня расширенный Zoom, я могу туда принимать большую аудиторию. Приглашу в воскресенье, либо в субботу, мы договоримся, в удобное время, и я проведу отдельное обучение по заведению Триал-версии. Если вы партнер, у которого есть сейчас новички, пожалуйста, отправьте его на это обучение. Я хочу, чтобы максимально все партнеры классно заводили Триалку, потому что это рабочий инструмент, это ваш инструмент. Да, хочу на вебинар в Zoom-патриалке. Так, отлично. Запись будет. Бомба огонь. Спасибо. Я тоже зарядилась. Полезно, восторг. Еще отдельно будет обучение по работе в мессенджере. Спасибо, спасибо. Может быть, у кого вопрос есть? Я, может быть, пролистала. Так, холодные клиенты, зафиксировала. Логин создаете. Логин – это электронная почта клиента. Я уже сказала, где ее искать. Если вы ее не нашли, попросите ее у клиента. Если клиент вам не дает электронную почту, вы ее не находите в соцсетях, ничего страшного, и вы понимаете, что нужна Триалка, создайте ему этот логин. Например, по названию бизнеса. Допустим, там, окулярсобакамейл.ру. Так, хочу в Zoom. Ну, я смотрю, вопросов мало. То есть, в основном, благодарность. Я вас тоже благодарю. Во-первых, я благодарю за то, что в вечернее время у нас на вебинаре было практически 250 человек. И за час с лишним никто не сливался. Значит, все было интересно. Значит, все было доходчиво и доступно. Создаем Триалку. После быстро проходят вопросы. Я не успеваю отлистывать. Заметки вышлю. О стоимости аренды. Очень просто даю информацию о стоимости продукта. Я четко говорю, сколько он стоит. Вот и все. Триал создаю в какой момент, когда подтвердил встречу. Не обязательно на подтверждение встречи. Встречу можно с клиентом назначить после того, как вы завели Триал. Я Триал создаю клиенту тогда, когда он мне подтвердил, что ему интересно узнать про продукт. То есть, например, мы с ним переписывались в Инстаграм или вообще переписывались в WhatsApp. И я им сказала, давай я тебе отправлю пример, как это может работать, например, у тебя в бизнесе. Все. Это точно Триалка. Запись будет? Будет. В Директе опросник. В Директ не всегда. Я стараюсь уже максимально, я уже об этом говорила, из Директа стараюсь максимально быстро перевести клиента в WhatsApp. Да, говорила, почему я перевожу именно в WhatsApp. Чем он отличается от Телеграм. Во-первых, вы у клиента, если вы с ним уже там один раз попереписывались, два попереписывались, вы у него остаетесь в WhatsApp, в часто контактируемых. То есть, даже если он, например, там что-то забыл, а вы с ним до этого переписывались, там, два-три сообщения, он садится, начинает там писать смс по своей жене, вы у него высвечиваетесь, когда он начинает выбирать в поисковике. Так, ну, рисует что-нибудь холодное через WhatsApp, все куда будет. Да, давайте тогда я буду закругляться. Подписывайтесь, пожалуйста, в Instagram, потому что обучение, которое я буду давать в Zoom по заведению, триал-версии, то есть мы полностью, я открою демонстрацию экрана, и мы будем прям создавать триалку. По шагам я покажу, на что обращать внимание, где я вижу основные ошибки, чтобы вы их не допускали в будущем. Информация по этому Zoom будет именно у меня в Instagram, поэтому подписывайтесь. ВК тоже анализирую иногда, да. Ну, все, я тогда предлагаю завершить. На скольких вы пакетах? У меня несколько VIP-франшиз. В самом начале я вам показала разницу. Одни и те же действия в бизнес-франшизе, VIP-франшизе, все те же семь лицензий в месяц, но только результат очень разный. Поэтому, как бы, думайте, да, что вам удобно, что вам, опять же, будет ненапряжно в определенный момент. Работать можно на любой франшизе, но просто для сравнения, чтобы было понятно, что при одном и том же, при одних и тех же затратах времени результат может быть на другой франшизе в разы больше. Все. Закругляюсь, останавливаю запись. Благодарю вас, вы были очень... Класса.